Приветствую вас, Наталья, давайте попробуем разобраться в ситуации, которую вы описываете, ибо она достаточно серьезная, здесь наложилась и определенная тяжелая ситуация в вашей семье, и, в общем-то, критический подростковый период, подростковый возраст. вашего ребенка, вот, поэтому давайте постараемся разобраться с тем, что вы описываете, и найти какое-никакое решение данному вопросу. Итак, первое, с чего, наверное, хочется начать, это с того, чтобы отметить, вы не задаете никакого вопроса, от слова «совсем». Вот я на полном периоде сейчас говорю, что вы не задаете вопрос, совершенно. То есть вы просто спрашиваете, как быть, ну, простите, как быть, как быть, чтобы что? Вы хотите, если хотите, например, помочь своему сыну, допустим, к примеру, это одно. если вы хотите разобраться, например, в себе, допустим, это немножко, ну, немножко другой момент. Вот. То есть мне кажется, что здесь вам имеет смысл вначале разобраться и поисследовать то, чего именно вы хотели бы для себя, что вам нужно. Вот. Это первое. Второе. Ваш сын – это ни много, ни мало отражение, отражение ваших собственных чувств, ваших собственных эмоций, ваших собственных переживаний. И если вы, к примеру, говорите, что у вас, допустим, никого нет, если вы утверждаете, что у вас никого нет, то, ну, вероятно, что и сын будет также чувствовать себя в какой-то степени брошенным, в какой-то степени будет чувствовать себя он покинутым, вот, в какой-то степени ему будет тяжело. То есть ваша, собственно, судя по всему, не социализированность способствует тому, что он тому, что он чувствует себя вот так, как чувствует. Я вас не обвиняю сейчас, у меня нет какой-то вот такой цели вас обвинить. А я просто хочу донести до вас вот эту мысль, что то, что происходит с сыном – это отражение того, что происходит у вас. То есть, к примеру, насколько у вас много друзей есть, как много у вас, допустим, есть, ну, как много у вас друзей, вот. Есть ли у вас друзья, общаетесь ли вы с ними, вот почему, например, вы, допустим, не начали встречаться или не начали взаимодействовать с мужчиной другим, которые, ну, после того, как у вас, к примеру, не получили соотношения с мужем, да, вот. Почему у вас не получили соотношения с мужем? То есть, тут вот эти важные такие моменты, вот, которые, мне кажется, нужно раскрыть для лучшего понимания того, что с вами происходит. Вот, и вот только после этого можно говорить о том, как помочь вашему ребёнку. То есть, вашему ребёнку нужно что-то, ему нужна, возможно, живая обратная связь, ему нужно, возможно, что-то ещё, ну, неважно, неважно, что ему нужно, да. Важно то, что он замкнут сейчас, вот, и эта замкнутая, она появилась, ну, она появилась не просто так, она появилась не случайно, эта замкнутая, да, она появилась в результате, вот, чего-то, в результате каких-то действий ваших, в результате каких-то ваших позиций и так далее, в том числе, в том числе, вот. Поэтому, мне кажется, что тут вот имеет смысл обратить внимание именно на это, возможно. именно на то, как вот, ну, вы повлияли на, ну, своего сына. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Эээ, так, значит, эээ, ситуация с ребёнком, мы жили с семьёй, больше у нас нет никого, ни бабочек, ни сестёр, вообще никого, ну, во-первых, ваши друзья и ваше окружение. Два с половиной года назад произошёл развод, из-за чего, из-за чего это была травма не только для ребёнка, но и для вас, возможно, вам имеет смысл справиться с травмой самой, после чего уже ребёнку помогать. Было много стрессов, сын остался жить со мной. Отец полностью устранился, у него другая женщина, которая запрещает общаться с ребёнком, тем более, со мной. Ну, вот, тут я не буду скрывать, эээ, несколько странная позиция, да, то есть, что значит, его жена запретила общаться с ребёнком и со мной, как бы, а что? Своего, как бы, мнения у мужа нет, или, или что? Ну, то есть, вот, как-то это, знаете, эээ, ну, странно, странно немного, я бы сказал, я бы, я бы сказал, сказал, вот. То есть, эээ, своё мнение, ээ, своё мнение есть у мужа, эээ, или как? То есть, почему ему может, эээ, вот, эээ, кто-то, кто-то вообще запретить, да, мужу, я имею ввиду. Ох ты. Далее, так, эээ, значит, сейчас сын стал зажгнут раздражительным в отношении меня. А, ну, тут, эээ, много разных, эээ, моментов, много разных, эээ, причин для этого, может быть, эээ, он, эээ, он может, эээ, тяжело переживать, ээээ, расставание с папой, эээ, со своим, эээ, вот, в том числе, ээээ, ему, может быть, ээээ, ээээ, трудно этот процесс пережить. Вот, ну, и много разных, эээ, вариантов ещё, вплоть до того, что он мало социален, и, для него, например, например, для него, близкие люди, да, имеют очень, эээ, ну, очень важное значение, вот. Эээ, соответственно, соответственно, одному он потерял, и, возможно, эээ, кто просто обижен, обижен на вас, считает, что это за вас, эээ, брак располз. Вот, ну, это, понятно, что это, просто, эээ, сейчас, такие идут предположения, да, что это, понятно, понятно, на мой взгляд. Вот, но, тем не менее, вот, если, если, если зам, замкнуть вашего сына, эээ, не является чем-то, вот, таким, ээээ, допустим, необычным, да? Если, если замкнуть вашего сына не является чем-то, необычным, что, нужно, конечно, исходить из того, что он, у него изначально были такие припасылки, припасылки. Эээ, так, он мало социален, что это, значит, внешне все неплохо, опять же, кто определяет, плохо или нет, или нет. Я прошла его приписку, поняла, что у него есть подруга в другом городе, которая на где он общается, и приписки она постоянно восполняет меня, или он с собой, порезает, и т.п. Ну, как правило, это возникает тогда, когда, эээ, человек не чувствует себя значимым. Эээ, вот, у меня, собственно, вопрос, эээ, к вам, пожалуй, а вы, почему, вот, приписку, эээ, считаете, ээээ, своего сына, скажем так? Тут, 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 какое, на каком основании считаете приписку? Ээээ, своего сына. То есть, у вас, ну, нет уважения к его личным границам, или у вас настолько доверительные отношения, или, или что? Ну, понимаете, то есть, эээ, вот я хотел, эээ, давать, наверное, вот эту, ну, вот это вот, наверное, эээээ, донести, этот момент, хотел донести до вас. Вот, потому что это важно, это очень, очень важная история, очень важный момент. А вот. Тут так вот. То есть вы нарушили уже, получается, своего сына, да, вы нарушили его личное пространство, его личные границы. Вы продемонстрировали тот факт, что он, наверное, ненадёжный и так далее. Вот. Значит, что касается склонения к насилию, то здесь ситуация, я бы сказал, также не однозначно, а потому что нужно понимать, нужно понимать, в каком контексте сын хочет это делать с собой. Вот. То есть он тебя, например, за что-то наказывает, он пытается вызвать какие-то эмоции с вашей стороны или что. Вот. То есть мне кажется, что тут нужно этот момент рассмотреть. Вот. Кроме того, что у него есть подруга, это нормально. Вот. То, что у них сейчас есть увлечение, да, это тоже нормально. Не факт, что он будет это делать. Не факт, что он станет это делать. Но если это станет, если он это сделает, то это будет проявлением аутоагрессии. Аутоагрессия, это не выраженные его эмоции. Возможно, по поводу стресса от развода. Возможно, значит, что-то ещё. Вот. То есть эээ, тут аккуратнее с этим, да, вы рискуете ээээ, своего сына ещё больше от себя отдалять. Вот. Таким вот, эээ...поведением. А дальше... Так. Аы...Более того, он мне высказывает, что я ему надоел, я его раздражаю, он хочет сменить картинку и другие лица, но это никого нет. Слушайте, ну, опять же, здесь важен, я бы сказал, контекст, потому что что значит, вы ему надоели, и как вы вообще взаимодействуете, как вы вообще общаетесь, да, это очень важная, на мой взгляд, история, вот. Потому как, вот, по-другому просто будет, ну, сложно определить причину, да, нужно понять сперва именно контекст, сперва нужно понять. Понимаете, какая, какая вот штука. И уже потом, уже потом, потом, после этого, можно будет говорить о том, как вообще вам можно помочь, да, и что вообще можно сделать для вас в том числе. Ну, вот. Я думаю так. Я думаю, что, вот, ну, такой, может, даже вам надо будет. Потому что сейчас сын высказывает, по сути, то, что, возможно, вы на него слишком давите, есть вот такое понятие, да, как замещение своим сыном, да, мужем. Вот, вы не нашли мужчину, ну, вот, просто, просто, вы не нашли мужчину себе, да, не нашли. Вот. Вот. Ага. Ага. Вы, вы, ну, просто, вот, мужчину не нашли. Вот. 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 Но, при этом, при этом, вы, может быть, активно реализуете, вот, свою энергию, да, на ребенка, опять же. А он из-за этого чувствует себя, например, слишком не свободным. Вот. Я не говорю о том, что это обязательно так, и не говорю о том, что это обязательно ваша история, но, вот, когда вы говорите, что у нас никого нет, когда вы говорите, что вы развелись, ну, возникает ощущение невольно, да, возникает невольно ощущение, что вы, возможно, ну, как-то вот тоже ведете такой, ну, занятый образ жизни. Вот. И мне кажется, что, в первую очередь, обязательно нужно корректировать вам, самой, да, что сын хочет видеть просто новых людей. И это нормально, что сын хочет это видеть. Вот. А, вопрос заключается в том, можете ли вы ему это дать, да, можете ли вы организовать свой, к примеру, досуг, да, так, чтобы это было конструктивно, к примеру. Чтобы это было конструктивно. А, не только для сына, сына, но и, ну, и для вас, в том числе, тоже. Вот. Дальше. Так, все мои предложения, куда-то пойти, он отказывается. Ну, правильно, потому что он не хочет идти с вами, он не пойдет никуда, потому что ему 30 лет в этом возрасте, дети со своими, со своими родителями никуда не ходят. Это нормальные тоже постановки вопросы. Вот. Поэтому тут я бы сказал, что вы проявляете либо наивность, либо полное незнание своего сына, вот, либо вы пытаетесь опять же реализовать свои желания. То есть вы говорите в кино, в кино там и куда-то еще, да, вот, а, так вы можете это делать сами, вы можете это делать сами, вы можете это делать сами, именно с своими друзьями, да, с своим, ну, мужчиной, мужчиной, вот, и прочее. А этого почему-то не происходит. Вот. И мне кажется, что это требует корректировки на самом деле. Вот. Мне кажется, мне кажется, так. То есть мне кажется, что это требует помощи. Вот. Понимаете? Какая штука. Ну, вот тут, конечно, вопрос заключается в том, а хотите ли вы этим заниматься или нет? Конечно. Конечно. Тем не менее, тем не менее. Тем не менее. Дальше. Так, эээ, тут очевидно, что я вот раздражаю присутствие. Как быть? Ну, логично, эээ, логично, что нужно уменьшить эээ, свое присутствие. Так, ну, мне кажется, это, эээ, логично. Совершенно. Эээ, вот. То есть вы, проста. Эээ, уменьшаете свое присутствие. Эээ, у ребенка. Эээ, ну, в жизни ребенка. Эээ, вот. Эээ, и все. Эээ, вот, в принципе, такая история. То есть вы становитесь, ээээ, ну, в некоторой степени, более самостоятельной. Эээ, а ребенку, значит, позволяете быть самим, эээ, а ребенку позволяете эээээ, сматомасательно все делать. и не навязывайте ему свои как бы ценности и так далее. И активно занимайтесь с собой. Я думаю так. Плюс более вероятно искренне с ребенком себя ведет. То есть более открыто по эмоциям. Так вот на мне видится эта ситуация. В целом это ощущение, что травмировали вы и ваш ребенок, но вы пытаетесь, минуя свои какие-то проблемы. Помочь ребенку, ну это ошибка на самом деле. Потому что так вы никогда ему не поможете и никогда не сможете ему помочь. Вот. Да потому что вы не можете помочь себе. Вот. Идеально, чтобы вы работали за своим психотерапевтом, а ребенок работал за своим психотерапевтом. Вот. Такая ситуация может раскрыться. По-другому. В таком случае. Вот. А до тех пор, до тех пор я боюсь, что будут трудности у вас. Вот. Вот. В восприятии друг друг друга. Потому что каждый будет говорить по факту о себе. Вот. Ребенку. Ребенку нужна сейчас больше свобода. Ребенку нужна сейчас больше какое-то вот поздравство. Больше каких-то разрешений, да. Больше возможности проявлять свои силы, проявлять свое я. Вот. А вам, вам, вам желательно, конечно, вам желательно, конечно, на себя обратить внимание, да, и озаботиться именно тем, чтобы у вас были в окружении люди, готовые вам к примеру, ну, скрасить, например, жизнь, да, и что-то вроде того. Вот. Такая история. Надеюсь, что это было полезно вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Заставайтеضр portal паломатуру. ... Продолжение следует...